Доброе здоровьи, уважаемые посетители моего канала! Я, конечно, человек своеобразный, можно так сказать, с выдумкой. А, космический звук, космический звук. А вот здесь как раз рисуночек, не знаю, увидите вы его или не увидите. И когда я взаимодействую с чашей, рисуночек, тоже графическое изображение космической силы, благодаря моему действию оно начинает резонировать. И, как говорится, дело пошло-поехало. Ну так, начнем немножечко издалека. Я вот сделал ближайший видосик насчет слов. И как раз я там попросил вас, чтобы вы оценили исходный материал. 27 там слов, которые или выражение нельзя говорить. И насколько я это разобрал. Целых практически 50 минут разбора. То есть я люблю работать углубленно, тщательно, для себя. Ну, кто оценивает? Вот молодое поколение пришло, им надо забыть все, что тут было до них. И вот, как бы сказать, они это все начинают, с них там пошло. И так далее и тому подобное. Здесь, наоборот, для того, чтобы вы, вернее, вас поддерживали, вы должны отдать дань уважения тем целителям прежних поколений, которые жили до нас, которые все это нарабатывали. И тогда получите какую-то помощь. Ну, это так, для справки. Кому-то это покажется важным, кому-то это не важным. И что хочу сказать. С духовными практиками вообще шутки очень плохи. Если вы начнете, как бы сказать, вот это вот, эти духовные практики переводить в монетизацию, у меня всегда есть деньги там, у меня всегда есть там время и так далее, то это может очень жестко обернуться против вас. За все надо платить. Платить своим собственным трудом, платить своим жизненным временем для того, чтобы во все это дело вникать и так далее и тому подобное. я, например, не знал, что вот Александр, на которого я сослался в видосах этих, а его уже и нету, 36 лет от человека нету. Вот так-то как-то бывает. Немножечко почитал там отзывы, а что ж случилось, что ж там произошло. Ну, опять-таки, мистики там такого напридурывали. Хотя там, возможно, есть доля правды. Ну, это так сказать. Вступление для нашего разговора. А наш разговор пойдет как раз с Николаем. Пятого мая этого года он написал. Петрович, здравствуйте, хочу с вами посоветоваться. С апреля начал очищать кишечник. Замечательно. Это дается очень тяжело. Очень тяжело это может быть лишь тогда, когда он капитально забит, либо же там какие-то болезнетворные процессы большие идут. Нету энергетики. Энергетики нету. Сил не хватает. Вот как раз пишет. Сил не хватает. Вынужден делать перерывы. Ну, хотя бы это, да, сделай. Используя воду из-под фильтра обратного осмоса, с ней намного легче, чем из-под крана, как и раньше делал. Сразу же я вас предупреждаю, из-под крана не делайте. Дело в том, что в кишечнике, в толстом кишечнике обитает микрофлора. Которая от хлорированной воды, естественно, будет убиваться, извращаться и так далее. То есть, вот действительно из-под фильтра обратного осмоса там делаете, из родниковой воды, но ни в коем случае с вот этим хлором. Надо либо эту воду хорошенько отстоять, а еще лучше прокипятить, отстоять, прокипятить, и уже потом использовать. Ну, я там вам в очищении, благодаря тому, что я прошел это в вещи, и могу вам подсказать. Вот если вы бы сделали со своей собственной мочой, а еще лучше с упаренной до одной второй, одной третьей или одной четвертой, эффект был бы намного лучше. Очищающий эффект. И не просто очищающий, а оздоровительно очищающий. Что, что и как действует, я это подробно рассказал. Библиотека выложена, смотрите. И так говорил. Так, поехали дальше. Очень много отходит слизи через нос легкие. А вот откуда берется слизь? А это как раз, это как раз вот и есть действие грибка. То есть, когда в организме грибок, все вокруг ослезнено. И более того, не просто ослезнено, там, кишечник, там, еще, там, где-где там имеется. А вот в этой слизи еще обитают более крупные паразиты, типа глистов и так далее. То есть, организм человека завоевывается сразу по многим направлениям. Действуют разного рода бактерии, грибки, потом, допустим, какие-то там паразиты, типа глистов и прочее, прочее, прочее. То есть, целый конгломерат. Значит, через носы легкие. А если... Она, конечно, будет из толстого кишечника отходить, такая стеклообразная, там, и так далее. А в основном слизь отходит. Уже опять-таки много раз говорил, я уже одно и то же говорю, йоханый бабай. Кстати, слово паразит, извините меня. Слизь отходит через верх, через легкие носоглотку. То есть, это как раз говорит о том, что организм ослизнен. И эта слизь потихонечку выделяется, человек откашивается, все это самое выбрасывает из себя. Вот так, забыл в прошлый раз написать, что уже лет 30 у меня хронический гайморит. Естественно, слизь отходит от гайморита, я уже вам говорил. Вот он, нюхательный табачок. Чок-чок-чок. Как его употреблять, я уже тоже говорил. Кстати, употреблю. Хорошо, что мне напомнили, и я его сейчас употреблю. Опа. А-а-а. Вот так надо, если у вас гайморит, раз, пять, шесть в течение дня делать. Но это не значит, что вы нюхательным табачком что-то тут наведете порядок. Тут наведете порядок. Но слизь-то выделяется. Вам надо навести порядок внутри. Так. Ноз через раз дышит. Ну, естественно, когда слизи огромное количество дышит. Вот тут хорошо бы использовать дыхание по Стренниковой. Это добавит вам энергетики, и ваш дыхательный аппарат начнет работать несколько лучше. Так. А также брадикардия, пульс 43. В детстве занимался спортом, но, похоже, это врожденное, жить не мешает. А, насчет пульса врожденное. Ну, я не буду говорить, что это врожденное или там приобретенное. Если не мешает, то у каждого свои особенности организма. То есть, вообще, если пульс 43, представляете, насколько мощное сердце, что им достаточно сократилось и обеспечило. То есть, это очень хорошее. Ну, естественно, все до определенного предела. Хорошо. Так. Чай сократил, стало лучше с энергией. Чай сократил. Ну, тут не написано, какой чай. А именно, если этот чай у нас... Смотрите. Если чай сладкий, он как раз способствует тому, что подкармливает вот эту вот блеснетворную микрофлору, особенно там грибки и так далее. И пошла там слизь. Если же чай сам по себе не сладкий, а концентрированный, терпкий, то это влияет на сердце, на сосуды. Делает их чувствами, чтобы вы знали. Начал пить настой чаги и противопаразлитарный сбор. Правильно, настой чаги и противопаразлитарный сбор. Немножечко скажу про настой чаги. Настой чаги у вас должен быть... Там ни кипяток, ни это... Он должен быть живой. То есть, чага должна настояться. И получается, опять-таки, такой какой-то слегка такой настой, похожий на жидкий кисель. Вот это то, что надо. То есть, живое, чтобы она действовала. Чага. А не то, чтобы вы там заварили, и толку никакого нет, и думаете, что ага, вы лечитесь. Противопаразлитарный сбор. Хорошо. Хорошо. Так, протираю шишки на локтях и грибок на ступни каждый день тарикампа. Ну, правильно. А, кстати, тут не написано, не написано. С чего началось? Началось с того, что вот эти вот шишки... Шишки у человека появились там на локтях и так далее. И ему сказали, что это... Как это называется? Что, мол, это подагра. Значит, подагра в основном возникает на ногах. То есть, первые такие вещи на ногах. Вот эти вот шишки. И от избытка потребления белковой пищи. Если вы не потребляете белковую пищу, то есть, не лупите это мясо день и ночь, а шишки у вас растут, но зато вы любите там, допустим, мучное, сладенькое, чай, и шишки у вас есть, это следствие того, что у вас рябок. Кстати, на передачу приходила Юлия Началова, и я видел эти шишки, которые, знаете, они воспаленные, аж огнем горят. Вот говорили, что, мол, это там подагра или еще что-то. Ну, естественно, народ особо меня слушать не хочет. Ну, не хочет так и не хочет. Дальше, значит, пойдем. Значит, шишки на локтях и грибок на ступне каждый день тадикам. Ну, правильно, надо. И смотрите, здесь как раз надо создавать душняк внутри организма, чтобы все это отходило, потому что он уже там внутри сидит организма, по всему там пророс. И плюс, конечно, наружно. Вижу улучшение. Ну, вот. То есть, когда вы начинаете заниматься и видите улучшение, значит, вы на правильном пути. А то делаете, не понимая. Если бы это была просто-напросто подагра, которая возникает от неправильного извращенного обмена веществ, в основном в белку, когда откладываются, значит, вот эти вот мочекислые соли внизу, в ногах, там, в руках, то тадикам на это не влияет. И она как было бы у вас, так и продолжала. А раз-то, значит, голова. Пойдем дальше. Так. Сода и тмин с утра каждый день. Ну, сода, значит, полоскать просто-напросто рот или там выпить тмин. Тмин очень хорошая штучка. Тмин, зира. Я до сих пор употребляю и буду употреблять до самого... Больше-меньше, больше-меньше. Регулирую по стулу. Смотрю. Если стул становится слишком таким твердым, значит, я уменьшаю количество его. Если он становится, будем говорить, жидким, каким-то неправильным, я, наоборот, увеличиваю. То есть, благодаря тмину, как его принимать, я тоже говорил, смотрите, я не буду повторять тут 20 раз. Как раз это воздействует изнутри, то есть, как раз в кишечной трубке, где все эти вот эти вот бактерии наводятся тмином порядок. Особенно в толстом кишечнике там. Конец тонкого кишечника, толстый кишечник. И тогда меньше идет в кровь в разной гадости. Что улучшает самочувствие. А суда как раз... Ой, ее пищевое суда. Не любит рябок. Так, скоро недельный отпуск. Я понимаю, что нужно браться за печень, но сил не хватает. Значит, смотрите, для того, чтобы добавить сил, займитесь дыханием подстрельниковой. Я об этом рассказывал и показывал. Чтоб вы раза три в день делали минуточек по пять. Там пять минуточек сделали. Утречком вот вы встали там. В обед сделали, вечерком сделали. А потом почувствуете, что это как-то бодрит вас, дает энергетику и еще. То есть вам надо научиться брать энергию, вырабатывать ее. Если вы это не можете, не знаете, я вам подсказываю, как делать простейшие вещи. Плюс, естественно, ходьба. Отличная вещь. Но именно на энергетику больше будет действовать вот это дыхание пострельника. Как бы сказать, больше будет у вас. Так, сил не хватается. Рассказал. Думаю, при таком самочувствии чистка не получится. Чистка печени. Чистка печени. А вы знаете, я, по-моему, как раз и посоветовал. А вот не надо использовать вот эту жесткую чистку печени, которая требует мощного расхода энергии, сокращения ее жесткого пузыря, чтобы вас прослабляло. Вы используете, так сказать, тактику, такую медленную тактику, как бы сказать, осады. То есть, вот те травы по бабушке Буревой. Бабушка Бурева жила очень давно. На нее ссылается Юрий Андреев. Уже когда Юрий Андреев на нее ссылался, она уже была бабушкой. Поэтому до интернета она, скорее всего, не дожила, чтобы это... Где, что, что, как, но я уже не помню, откуда я вот эти рецепты узнал. Хотел и узнал. Я уже не помню. Вот. Но проверив их на себе, на себе любимом, я убедился, что они работают. О, как работают. таким образом. И вообще узнал технологию очищения организма. То есть, у меня и практика, и теория, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, перед вами сидит выдающийся мыслитель, вы уж, извините за саморекламу, но это так, но это так. Мои книги почитайте, мои там, послушайте. да уже в конце концов, вы можете и на меня посмотреть, кое-что представляет. Так вот, вы можете здесь использовать тактику осады. Тактика осады заключается в том, что вы используете вот эти вот травки побуревые, используете их, знаете, не в том количестве, в котором там они рекомендованы, я сейчас не буду говорить, меня это не интересует, какая там дозировка, она там все расписана. Дозировку берете гораздо меньше, разов в пять, но используете постоянно. Вот даже мне знаете, какой понравился чай? Это имбирный чай, имбирь, лимон и, по-моему, мята. Можно вместо мяты использовать душицу. Добавить немножечко метка, естественно, хорошенько настоялось, чтобы это душистое было. И вот этот чайок вы только опачки и попиваете, либо травки побуревые, понемножечку, понемножечку. И они за счет своих душистых свойств, вот эти душистые свойства, как раз они влияют на то, что содержимое печени у вас из желчного пузыря будет разрыхляться. Плюс вот эти все душистые свойства имбиря, душица и лимона, там, особенно лимон с корками делайте, вот, а это мощные бактерицидные вообще средства, которые, знаете, так мягенько, не спеша воздействуют на всю эту вот микрофлору, которая привыкла у вас там жить и питаться хлебобулочными изделиями, сахаром, конфетами, вот этим чаем и еще, чтобы все это было это самое с дрожжами, то есть дрожжевым хлебом. Ну, дрожжевый хлеб там мы все используем. И вот вы так каждый день и потихонечку потом, только раз, почувствуете, хуп, у вас прослабило, что-то вышло, какая-то жижа. Через какое-то время опять хуп, прослабило. Вот это вот чисточка и пошла. И по мере того, как печень ваша начинает оживать, начинает и появляется и энергетика. Хочу спросить, можно к чистке кишечника пока добавить принятие утром натощак растительного масла соком лимона или грифрута грамм пятьдесят сто. К чистке кишечника добавить принятие утром натощак растительного масла соком лимона или грифрута. Да, конечно, добавить, но смотрите, у вас тут и тадикамп, у вас тут и сода. Ну, как бы сказать, важно понимать, что если вы намешаете всего, это не значит, что это улучшит, это может наоборот ухудшить, и вы даже не поймете, что, что и как сработало. Вы курсами прошли, потом курс новый, курс новый, потому что организм аж привыкает, а недельки, две, опа, допустим, противопаразитарные травы, недельки, две, потом попили травки, побуриваю, недельки, две, чайок, который я вам сказал, недельки, две, значит, вот это, что вы тут надумали, сок лимона с маслом и так далее, и чередуете. Так, за это время я понял, что нужно чистить не только основные выделительные системы, а что чистить основные выделительные системы, что такое выделительная система? Это, смотрите, вот у меня комната, пыль лежит на полу, на столу, на столе, там, еще где-то, еще где-то, а я только порожек чищу, а надо все это, знаете, смести к порожку и потом это все выбросить, то есть, вот в чем заключается чистка, а вот это, чтобы вот это смятение, вот это собирание с пола, там, со стола, там, еще откуда-то, вот это как раз называется смягчением организма, чтобы вы внутрились создать такие условия в организме, которые, ах, как я говорю, сейчас так понял, ах, как я говорю, ну, песню просто поют, про очищение, чтобы вы создали условия в организме, в которых он начал вот эти все шлаки, вот эти слизообразующие и прочее, подгонять сначала к органам выделения, а потом непосредственно вот такая, клизмой, чисткой печени или еще чем-то, и выбросили это, это называется в древности смягчение организма, потому что шлаки сидят вот плотно, они там легли, вот представьте себе, я твою комнату не убирал год, насколько слой пыли будет, надо же его как-то, грубо говоря, взрыхлить, отодрать, подвинуть, чтобы вы понимали, с чем вам предстоит работать, так, ну и работать над собой в духовном плане, ну что касается в духовном плане, тут у каждого свое понятие, я как-то даже это не буду брать, не брать, хотя, хотя скажу, что основная работа на духовном плане, она заключается в работе со своим мировоззрением, если вы понимаете, что вы живете в огромном живом организме, который дает вам возможность жить, это совсем другое, и совсем иное, если вы думаете, что вы живете там, грубо говоря, на земле, где тут можно что-то взрыхлить, тут пробурить, тут еще кого-то обмануть, тут создать банк, чтобы народ там ограбить, еще что-то, еще что-то, так далее, это совсем другое, естественно, результаты будут, так, также нужно исключить все вредные продукты и садиться на диету, не надо садиться на диету, а вот продукты вредные исключить надо, это в первую очередь, это сладости, в чистом виде сладости, и это дрожжевые продукты, и плюс мешанина в одном приеме пищи, о раздельном питании, у меня там и книга есть, и что там такое, посмотрите, немножечко так поработайте, это же касается вашего здоровья, а не моего, я уже разобрался со своим, так, и садиться на диету, диета заканчивается, человек возвращается к своим порочным продуктам, привычкам, и все возвращается вновь, понимаете, этот момент, процессы очищения должны превышать процессы загрязнения, наш организм система самоочищающаяся, если, если создать необходимые условия, ну, я не буду рассказывать, потому что мы перегружаем этот передачу, и так сегодня пришло письмо опять от него, то есть человек что-то проделал, я написал, что развернутый ответ дан на ютубе очищение организма для ослабленных людей малахов, дал, да, и вот он, Николай, поработал и говорит, так, здорово, Петрович, появились первые результаты очищения организма попер грибок, попер грибок, то есть когда мы вот отмотаете лишний раз, еще разок послушайте, создаем в организме душняк, а именно в своем кишечнике с помощью приема семян тмина, как принимать? Надо, я рассказывал, не будете, неправильно будете принимать, ничего у вас не получится, принимать надо правильно, противопаразитарные травы, не даете подпитки с помощью сладостей и дрожжевых продуктов, и это все внутри создает душничок и грибок, как он влез в вас на лакомое местечко, так он почувствовал, значит, что его, грубо говоря, внутри организма создали газовую камеру, он начал бежать наружу, и так, попер грибок, о, белые корочки стали выступать между пальцев ног, скорее всего, человек заболел ногтевым этим рябком, пальцы в ног, и думает, я там полечил, и все, а он ушел внутрь, и там размножился, ну, давайте, так, грибок, видели, шея, уже лет 10 наступил, не ранее, никак не беспокоил, ну да, о чем он будет беспокоить, он туда вошел себе, и, грубо говоря, значит, вот, как проявляется грибок, ну, заразились грибком, и грибку надо внедриться, вот это вот внедрение через кожу, через кожный покров, надо преодолеть, вот тут как раз иммунная защита видит вот этих кожных покров, здесь, как бы сказать, разворачиваются сражения, видны вот эти вот все там корочки, прочее, 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 а потом его там помазали, еще думаете, а, да, все, он ушел, а он уже ушел внутрь, ушел внутрь, зачем ему там это самое, с кожей что-то там делает, он уже внутри пошел шуровать по тылам, говоря, военная наукой, да, так, и подниматься вверх на воле, так, шишки на локтях пока не проходят, но уже не болят, вот как раз шишки на локтях, это есть то, что грибок нашел соответствую места, где он может размножаться и начал вот эти вот хрящи и прочие вот эту ткань он использовал для своего питания, создавать, грубо говоря, там уже ну так по-простому сказать, грибное тело, а мы там думаем подагра и еще что-нибудь, это грибок, но вот видите, то есть но уже не болят как раньше, врач поставил диагноз артрит, вы сказали, что это грибок, ну вот он и артрит и так далее, то есть кто прав, вот вы послушали меня, послушали врача, я думаю, Николай использовал рекомендации врача, и его артроз как был, так и остался, а стал использовать рекомендации, которые вот я тут вам распинаюсь ёханый бабай, извините за выражение, опять-таки слова поразиты рут из меня, почувствовал улучшение, так кто прав, то есть фильтруйте, что у вас входит, кто что говорит, что вы там делаете, какие результаты, только результаты есть мерило истины, я сейчас продолжаю черновать по две недели тмин, соду, зиру, прекрасно, как я сказал, пью чаву, протираю ступни с грибком, тарикампом, да, начал после душа натирать себя дегтярным мылом ручной работы, хорошая вещь, хорошая вещь, дёгать, ох, не любят ни микробы, ни этот грибок, правильно, тмин, иногда делаю очищение толстого кишечника, пью травы буйвой, но, в целом, нормально, потому что, ну, всё же время не будешь этот толстый кишечник очищать, достаточно, будем говорить, вот, когда регулярно пьётся тмин, то там начинается работа, и травы побуривают, травы побуривают душистые травы, состав там дан, можете найти, вот они там проходят через весь желудочно-кишечный тракт, набухают, дают свои вот эти вот душистые выделения, которые не нравятся грибкам, микробам, и они начинают текать, уже текать через кожные покровы, как они сюда вошли, так они отсюда и выходят. Так, думаю начать системную чистку кишечника раз, два, три дня. Как вы в самом начале советовали, плюс увеличить количество приёма трав для очищения печени. Я думаю, здесь лучше всего иногда, знаете, вот эти все процедуры, они просто-напросто надоедают. вот в начале как-то это как-то идёт в охотку, вы видите результаты и так далее, а когда вы это уже делаете в течение года, пяти лет там, хотя бы профилактически, как-то уже несколько угнетает это. Действительно, увеличьте количество травок, и они будут очень-очень хорошо влиять. Но опять-таки следите за своим самочувствием, потому что всё-таки травы, они влияют на нас. Важно следить за своём самочувствием, потихонечку увеличивайте, следите, ага, нормально, ненормально, стул какой мягкий или стул не мягкий. Видите, что из вас выходит, интересуетесь, что из вас выходит. Видите, жижа какая-то чёрная пошла. Это старая желчь. Это значит, печёночка начала чиститься без всяких таких вот процедур от приёма трав. Ага, какая-то бурая слезь тоже хорошо. Это значит, более какие-то свежие. Видите, пошёл может у вас жёлтенький стул, молотый это уже нормально работает в вашей кишечнике, плечи. Так, посмотрите, пожалуйста, что стоит категорически исключить из питания на время очищения. Да не на время очищения, а тут надо исключить из своего питания, по крайней мере, не исключить, а сократить приём сладких продуктов, которые подпитывают грибок. Сладкие продукты, конфеты, сахар и дрожжевые продукты, то есть булочки эти все, баранки, продукты, сделанные с муки тонкого помола, каши. Меньше сладить, больше подсаливать. мне кажется, проблема в питании ещё. Ну, я же не вижу вашего питания, вы, вы сами, я вам рассказал, то есть система естественного оздоровления вообще предусматривает, что вы немножечко как-то соображаете, работаете своей головой. столько было рекомендаций, вы едите и думаете, что всё нормально. Кое-какие продукты, те, которые не нужны, убрать. А вот смотрите, как раз люблю хлеб и квас, мучные продукты, ну вот и всё. Хлеб и мучные продукты, квас я не буду там говорить, и мучные продукты. Естественно, всё это на дрожжах. А теперь смотрите, если мы с вами особенно съедаем вот этот хлеб и мучные продукты и запиваем квасом, то мы их переедаем и как раз создаём вот такую вот среду, вот человек уже не понимает, а мне как-то всё сразу становится ясно. Да вы сами, Николай, создали внутри себя все благоприятные условия, можно сказать, накрыли поляну для того, чтобы пригласить вот этих всех микропаразитов и грибков, чтобы они заселились в вашем организме. и вы их почтуете вот этим вот квасом с строжевым хлебом и прочим естественно с домом. Это то, что надо для этого. Значит, вот этот квас и хлеб уберите каши. Каши. Вместо кваса пейте компоты. И знаете, жидкости пьются до еды. А не совместно. Булку там пью и всё там такое. Потом а что такое? Так, мясо стараюсь не есть. Но мясо оно не действует так, чтобы там грибки рослили ещё там что-то какие-то. Естественно, если вы употребляете его в меру, более-менее всё это нормально. Главное не чрезмерно. Мясо с зеленью. Зелени должно быть раза в 3-4 больше, чем мясо с зеленью. Алкоголь и никотин не употребляют. А можно смотрите, алкоголь и никотин не употребляют, но зато быть как раз пищевым наркоманом. Вам нравится квасные продукты и вот эти дрожжевые хлеба. И человек не понимает, я вроде не пью, не курю, а здоровья нет. Оказывается, вот такие вот вещи. Китайский чай сократил. Что можно добавить для борьбы с грибком и слизью организма? Мне кажется, весь организм поражён им. Слизь отходит очень много, и стало видно, что грибок везде, о чём я и говорил. Значит, рекомендации даны по ходу действия. Я как раз рассказывал и говорил, что надо делать, как надо делать для того это. И надо теперь набраться терпения. По крайней мере, по крайней мере, вы сейчас находитесь в таком состоянии, положении, что вы поняли, какой враг обитает в вас и что надо делать для того, чтобы от него избавиться. От него избавиться не так-то просто, но тем не менее можно. И вы уже на пути к этому. Можно, допустим, и поголодать, очень хорошо организм выбрасывать все это для себя на голоден. От трех суток до ну пускай недельки хотя бы. Раз в три месяца. При этом делать клизмочки с упаренной урины отлично будет. Ну это так, будем говорить, кому как бы сказать не тяжело или у кого имеется решимость. А так я перечислил, чтобы вы делали мягко, все это там такое и получали хороший результат. И люди порой не задумываются и не понимают, что своей обычной жизнью они создают внутри себя такие условия, что приглашают болезни, которые потом поражают весь организм организм и если бы не шишки на локтях, которые приняли за артроз или за подагру, вот человек бы и жил бы дальше, там что-то там у него разрушалось, но грубо говоря, знаете, жить можно, не так больно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА